Привет всем, дорогие зрители! После длительного перерыва мы наконец снова собрались с Натальей Андреевой и хотим продолжить исследование наше общество. Наталья жаждала поделиться своим скромным, но, я так понимаю, ярким опытом работы в обычной, скажем, московской общеобразовательной школе. Если это не нарушит личных границ, можно поинтересоваться, как продолжилась твоя лошадиная тема? Пока никак не продолжилась, потому что я перерубила все связи с официальными организациями, которые устраивают людей на работу, я сейчас вольный художник. Так как это у меня первый опыт, я только второй год вольный художник, то финансовая ситуация очень нестабильная. И поэтому лошади пока только в качестве угощения на день рождения или по каким-то поводам. То есть у меня этот ряд конюшни, я могу пойти час в лесу погулять. Но пока это все. Конюшня, скажем так, стандартная или человеческая? Стандартная. Не смущает то, что она стандартная? Смущает, конечно, но у нас же много есть вещей, которые нас по жизни не устраивают. И мы не можем с этим ничего поделать. Там, например, с инфляцией. Вот что лично я могу сделать с инфляцией? В общем и целом, наверное, ничего. Что я лично могу пойти и сделать для того, чтобы лошадям жилось лучше? Я так раскинула мозгами. В общем и целом, наверное, ничего. Ну вот несу я мне мешок яблок или морковки. Я не готова посвящать, не знаю, все свое время, энергию, деньги, не знаю, что там еще надо, для того, чтобы начать какую-то активную, и хотя бы присоединиться к какой-то активной борьбе за более человеческие условия существования тех же лошадей. Потому что невзоровская тема, она как бы интересная, но она мне больше не нравится, чем нравится, если это такими простыми терминами ее определять. Ну там как бы возникла субкультура. Но в принципе понятно. То есть проблема чисто финансового характера. Ну в общем, да, и наверное просто потому, что интересы немножечко сейчас поменялись. То есть для меня это как бы осталось отдушиной, когда я отдыхаю от людей по большому счету. То есть я иду к лошадям, когда мне нужно отдохнуть от людей. А вот этот вот великолепный, с красноречивыми глазами и взглядом, черный зверь, откуда взялся? Как нашла собака это? Мы пошли смотреть, как делают капитальный ремонт в одном там нашем доме. Потому что я с легкой руки своей соседки теперь состою в совете нашего дома. И мы начали борьбу с управляющей компанией там по многим вопросам, в том числе по вопросам ремонта. Мы пошли смотреть и во дворе одного из домов мы нашли щенка вот этого. Рядом там болталась его мамаша, которая уже отказалась их кормить. Их там было девять, осталось четыре. Четырех мы не нашли, но вот этот вышел к нам на шатающихся ногах, сказал мяу. И стало очевидно, что вот или сейчас мы его подберем и что-то с этим сделаем, или он просто через час-два умрет. Потому что он обливал какой-то кровью, он еле держался на ногах. То есть там глаза, все это слезилось. В общем, был он страшненький. Вот как бы так. Это сложно объяснить. Это... Кармическое упражнение? Это даже не упражнение, нет. Ну, как бы это, естественно, не первый, не последний щенок, там, котенок в моей жизни. Да, но вот если через тех я просто переступала и шла дальше, у меня не было внутреннего порыва вот этого какого-то, какого-то, в общем, да. А здесь он был очень явный, четкий. И что-то внутри такое заделось, что сказало, что вот мимо этого щенка ты не должна проходить. Внутренний волос? Ну, вот интуиция, можешь, ну, обозвать как угодно можно, да. Я правильно понимаю, что нету в планах оставлять его на постоянку? Нет, в планах нет, изначально не было. То есть я вообще ни разу не собачница, я кошатница у меня. Там 90% времени скорее раздражает, чем как-то радует. Мне не нравится в нем практически ничего, кроме черной шерсти. Вот, но я понимаю, что я подписалась и доведу это дело до конца. Для тех, кто нас в пикселизованном виде смотрит, я хочу прокомментировать, что, во-первых, доказываю, что я не только с кошками общаюсь, но и с собаками тоже. Вот, но должен сразу сказать, что держу его на руках только потому, что ему скучно. И если его сейчас не тискать, то он будет нам мешать записывать. Поэтому я, так сказать, вот такой нянькой выступаю. Ладно, сделав вступление о животных, «Давайте ближе к теме». Значит, я перескажу то, что я помню, насколько я знаю, ты, так сказать, меня скорректируешь, правильно ли я помню, правильно ли я понимаю. Значит, по совершенно идеологическим соображениям ты хотела попробовать себя именно в роли учителя, именно в школе. И сделала это, устроилась в обычную общеобразовательную школу, выдержала там ровно один год учебный, после чего больше там работать не смогла, и тему для себя закрыла. Я правильно пересказал? Да, ну почти, да, кроме причин, может быть. А причина? Ну их как несколько. Всё-таки такие решения... Ну про причину начала или по причину конца? По причинам начала. Такие решения всё-таки не могут только из идеологии, да, приниматься, потому что на тот момент меня сократили в августе 17-го года. У нас компания, в которой я работала, развалилась. Собственно, давно всё к этому шло, да, и я уже не первый месяц думала о, собственно, что я хочу делать дальше. Я понимала, что в той области, в которую я попала, я не хочу никуда идти. Я долго думала, чего же я хочу, чего же я хочу. И, в общем, поняла, что мне сейчас было бы интересно что-то попробовать, вот действительно чисто из эксперимента, так скажем, да, потому что по первому образованию я учитель английского языка. Я работала в школе на четвёртом курсе буквально там полгода или, может, чуть больше в качестве там практики, но такой продолженной практики. На тот момент мне, в принципе, эта работа нравилась, без исключения финансового вознаграждения за неё. Со временем я, ну я же как бы в обществе никогда не денешься, да я езжу там в общественном транспорте, вообще хожу по улицам, я понимаю, что те дети, которые сейчас я наблюдаю, они очень сильно отличаются от тех детей, ну, которым, например, я была, да, или там сестра моя была младшая, или там другие плюс-минус там вот условно моего поколения, да, там плюс-минус 10 лет. Вот, мне стало интересно посмотреть на этих детей поближе, плюс мне стало интересно посмотреть, что стало с той системой, потому что я, например, в 11 классе не сдавала никаких ЕГЭ. Мне стало интересно посмотреть, что такое ЕГЭ, с чем его едят, и действительно он так плохо, насколько вот его ругают. Мне стало интересно посмотреть, изменилась ли с введением этого ЕГЭ как-то система вообще, то есть какие люди туда пришли или не пришли, изменились, не изменились, ну, как бы что с этой системой вообще стало, образовательной, я имею в виду, ну, общеобразовательной. Плюс у меня была там, ну, определенная финансовая подушка, да, которая позволяла мне прийти на учитель, на зарплату учителя, вот, плюс я хотела немножечко отдохнуть, то есть я взяла неполную ставку, я взяла 4 рабочих дня по 4 урока, и пятница у меня был выходной. И даже с этой нагрузкой, и зарплата у меня была 12,800 там с копейками, если что, в месяц. Но это формально Московская область, правильно я понимаю? Да. То есть если бы это формально была Москва, там, наверное, были бы другие ставки, да? Ну, было бы 16, потому что у меня, там же у учителей категории, да, у меня была никакая категория, потому что у меня опыта никакого нет, то есть я, как бы, молодой специалист, как будто только что закончивший институт. То есть здесь мой предыдущий опыт в других местах, он приранулся к нулю, вы бы говоря, да, там зачитывается только педагогический опыт. Можно я так вопрос поставлю? Мы все, ну, как минимум 10 лет большинство из нас провели в школе. Казалось бы, мы должны многое о ней знать. Узнала что-то новое о школе, чего раньше не знала за этот год? Что было сюрпризом или неожиданностью, или открытием? Да, верно, наверное, вот прям сюрпризом-сюрпризом, наверное, ничего не было. Просто у меня были подозрения, да, какие-то были подозрения хорошие, какие-то не очень, какие-то подтвердились, какие-то нет. Ну, вот прям кардинально что-то нового нет, скорее я не узнала. Просто я знала, что это бюрократическая система, что там человек приравнивается к нулю фактически, да, что учитель, что ученик, что в системе важны циферки и отчеты. Можно вот с таким же успехом сравнивать это с медицинской системой, да, то есть там не лечат человека, да, и у нас не учат человека, у нас учат некую единицу. И задача не в том, чтобы ему чего-то научить, а в том, чтобы подогнать его к определенному стандарту. Вот, вряд ли это было для меня каким-то чем-то особо новым. Я просто, мне было еще, в каком момент интересном было, попытаться реально ли вот в рамках, там, допустим, моих возможностей, моего желания, там, что-то сделать для того, чтобы чуть-чуть не сломать систему, да, а как-то ее хотя бы вот в рамках моих уроков как-то видоизменить. То есть пойдут ли дети на эксперимент конкретно на моих уроках? Или не пойдут? Или они настолько привыкли к этой системе, что им проще, когда есть жесткие рамки, четкие задания, бездушные, там, грубо говоря, люди? Ну, хотя, честно, у меня осталось впечатление, что учителя, которые проработали больше 20 лет, это машины, что это не люди. А были конфликты с коллегами? Нет, и зачем? Ну, мало ли, если у вас... Это продукт системы, нет. Если у вас радикально разные воззрения, там, заочи... А я же не... Я не пыталась навязывать свое воззрение другим учителям, да, ну, я варила в своем классе со своими детьми, ну, как, условно, со своими, да. Они не пытались менять меня, я не пыталась менять их. То есть я понимала, что это продукт системы, они тоже понимают, что это, как бы, они сильно деформированы этой системой, но если ты хочешь в ней работать, ты обязан принять ее условия. И ушла я, собственно, именно потому, что я поняла, что сейчас начнется борьба, или я систему, или система меня. Ну, и, скорее всего, система победит. Ну, в общем, да, я уйду оттуда такой же поломанной коллегой. Ясно. Ближе, немножко копнуть ближе к нашей, так сказать, к теме канала удалось увидеть какой-то... Откуда получается наш, скажем так, стандартный мальчик и наша стандартная девочка, ну, которая позже становится нашей стандартной женщиной и стандартным мужчиной? Есть, как бы, в этом вот конвейере какие-то, ну, специфика, гендерная специфика? Есть, безусловно, да, потому что именно после этого года я, ну, на опыте своем убедилась, что, ну, как, по крайней мере, вот лет до 12 девочек и мальчиков нужно обучать отдельно. Потом, если есть такое желание, их можно, конечно, перемешать, но до этого времени, а лучше вообще там до старших классов этого не делать. Не потому, что мальчики поздно созревают, не потому, что девочки такие там злые или еще что-то, ну, хотя всякое бывает, скорее потому, что они приносят в школу свои семейные системы. Не все семьи благополучно. Все дети очень разные, да, и там, с одной стороны, работают чисто звериные законы, да, а с другой стороны, вот это вот школьная система образования, да. И в конечном итоге в каждом человеке она, я не знаю, как так получается, но тем не менее получается, она развивает его наихудшие качества. А как из этого следует разделить не по полу, я не очень поняла. Да я так, когда ты шла в школу, то есть, ну, была сторонницей раздельного обучения? Нет, не была. То есть это одна из новых, собственно, вещей открытых? Ну как, нет, я знала, чтобы есть два мнения. Есть мнение за совместное, есть мнение не только. Я понимаю, нет, я имею в виду права, ты лично склонилась в итоге вот. Нет, у меня, честно говоря, особого мнения по этому поводу не было, да, то есть я не видела ни больших плюсов, ни больших минусах, ни в том, ни в другом. То есть я не понимала, вокруг чего, собственно, здесь дискуссия. Вот, когда я столкнулась с этим, посмотрите, мальчики в девочках пробуждают самые плохие качества. Ну, какие, ну, от случая к случаю стервозность, плаксивость, ябедничество. А девочки в мальчиках развивают жестокость, неуважение. Это если мы в одну сторону смотрим, если смотреть в обратную сторону крутить, некоторые мальчики не выдерживают психологического давления, даже не давления, а палитры. Да, вот они, например, выросли там в определенных условиях в семье. Вот они приходят в школу, там, первый, второй, третий класс. Вот английский язык начинает с второго класса, так, на секундочку. Зачем, непонятно, сделано. И они все тепличные дети. Да, понятно, я сейчас не говорю о, там, не очень многополучных семьях, да, но все-таки вот дети, у которых, там, допустим, полные семьи, да, и родители, там, как-то пытаются их развивать, это тепличные дети. А в школу они, вот, как бы, все вот эти стенки тепличные, они убираются. И если ты не хочешь, чтобы... Аутсайдер, не знаю, наверное, подходящее слово, да, нельзя показывать ни доброту, нельзя показывать ни особый талант в чем-то, нельзя показывать... Не то, что нельзя. Если ты это покажешь, то ты станешь... А, или посмешищем, очень немногие могут это в таком возрасте перенести, или, ну, фриком неким, да, который странный. И тебя, опять же, все равно снесут на обочину, да, то есть, ну, на обочину общения, имеется в виду. Ты говоришь о чем-то родственном поверителе мух? Я про книжку. Наверное, да. Я помню, все интервью, наверное, не вспомню, помню, что Леонард Сакс, который, собственно, выступает, большой такой сторонник введения для части детей, важно не для всех, но для большой части раздельного обучения. Он, когда говорит про девочек, он такой приводит важный фактор, что девочки, которые обучаются вместе с мальчиками, у них чуть ли не единственным и главным их критерием, хороший ты или плохой, и твое место в иерархии становится, насколько ты интересен мальчикам. То есть, внешность, как бы такие вот, ну, можно возить кокетством, там, да, что-то еще. Ну, очень, короче говоря, внешка. Если он говорит, девочка обучается среди девочек, то это работает как дополнительный плюс, но он не является определяющим, то есть, там уже более определяющим является, являешься ты хорошим человеком, хорошим другом, какие у тебя отношения, какие у тебя оценки. Типа, что вот среди подростков девочки конкурируют, как бы, в глазах мальчиков, и так выстраиваются их иерархии. Ну, такая биология, как бы, работает. Ну, там все на биологии толпы и зверинности. А вот эта вот разница психологического возраста, она, ну, объективно есть? Есть, да, объективно есть. Собственно, даже так, конкретный вопрос. В каких в итоге возрастах удалось попреподавать? Какие классы? Со второго по девятый. Во всех? И во всех классах есть эта разница психологическая в развитии? Нет. Я говорю, вот второй, третий, четвертый, пятый. Вот в шестом мальчики уже выравниваются. Шестой, седьмой класс. В седьмом даже некоторые... То есть, лидерство меняется. Девочки отдают свое лидерство мальчикам. В седьмом классе вот уже так явно. То есть, в шестой, седьмом класс идет перераспределение лидерских ролей. Интересно, а когда рассказывают, что мальчики, типа, там играют в компьютерные игры в десятом классе, а девочки в это время уже, грубо говоря, на женихов смотрят? Нет? Есть такой класс, который не интересуется. Нет, там это не замешано именно на гендерных, именно на сексе, если мы об этом говорим. Здесь все-таки идет борьба больше за популярность. То есть, если тебе секс помогает в популярности, окей, это в твою копилку. Если тебе помогает в популярности что-то другое, и ты смог, ну, показать, что это, вот, например, если ты там круто играешь в какие-то игры, и в классе сложилось мнение, что вообще играть круто в игры – это круто, то ты, как бы, выходишь вот и в эту элитную группу, да? Если сложилось в классе мнение, что компьютерные игры – это для, там, сморчков, там, не знаю, каких-то отсталых дебилов, то, соответственно, это тебе скорее минус, чем плюс. Хочешь сказать, в разных классах это может быть по-разному? Ну, даже в параллельных? Да. Я не знаю, от чего это зависит, но это реально так. Я вообще имел в виду не вопрос, там, сексуального притяжения, там, или общения, я имел в виду именно разницу в психологическом возрасте между мальчиками и девочками. Как бы, что девочки, грубо говоря, раньше взрослеют. Не только в эротическом, сексуальном смысле, я имею в виду просто взрослеют. Они раньше взрослеют эмоционально, да, но к шестому-седьмому классу это всё выравнивается. Интересно, вот у Сакса, по-моему, было написано, что он же приводит графики, вот эти графики развития областей мозга, и, собственно, показывает, что разные области мозга взрослеют в разное время. То есть скорость этого взросления разная, то есть рост развития участков, и у них есть цепочка определённой последовательности, и он, по-моему, называет возраст что-то порядка 14-15 лет, когда у мальчиков, например, среди прочего, у них догоняет и обгоняет вот этот речевой центр, который до этого момента отстаёт, там, вначале, ну, очень сильно отстаёт. 14-15 это какой класс? Это не шестой-седьмой? Ну, это, наверное, постарше. Я, честно, по памяти называю 14-15, по-моему, он про этот возраст говорил. Среднеподростковый. Я это видела на примере именно шестых-седьмых классов. То есть шестой ещё так неявно, а в седьмом прям очевидно. И опять же, вот, я не знаю, но дети двухтысячники, да, вот у меня девятый класс был с 2002 года выпуска. Фактически я уже, там, все были дети старше, которые двухтысячник. У них реально проблема. Ну, даже, нет, нельзя сказать, что это прям проблема. Но им, мне кажется, труднее с высказыванием себя, своего мнения, своих эмоций. Они в старшей школе очень чётко делятся на две группы. Для тех, для кого это вообще не проблема, да, и они бравируют своим вот этим, ну, эпатажем, да, которые могут, там, встать посреди урока, там, да, и, не знаю, там, пойти, встать у окна и начать курить. Или, там, начать какую-то перепалку с учителем. А другая группа, она вообще не отсвечивает. Вот ты даже, вот, пытаешься как-то, вот, ух, что-то из него вытянуть, да, вот, даже, вот, когда, просто, вот, у меня был ученик, он писал, в принципе, неплохие работы. Но, когда я пыталась его раскрутить на что-то большее, написать, пожалуйста, говорить, вот, абсолютно нет. Он мне за год сказал, может быть, три слова. То есть, не читать, не разговаривать. То есть, даже если я отпускала классы и просила его остаться, чтобы выяснить, в чём, собственно, проблема, там, мало ли, может, человек заикается или, там, ещё как, что-то там, да, с речью. В принципе, он со мной поговорил, но это было шёпотом. Может, он просто интроверт? Может, но я тоже интроверт. Неадаптированный интроверт. Я не помню, чтобы у меня в школе были такие дети, которые вообще никак не могли себя выразить. У меня была девочка в классе какое-то время, до 9-го. И, причём, это не единичный случай, просто это самый яркий случай, да, вот, в каждом классе было по 2-3 человека, которые со мной вообще не общались, ни на русском, ни на английском, ни на каком. И мне сразу ученики говорили, а он у нас не отвечает, ни на каких уроках. То есть, писать, да, пожалуйста, он пишет, а говорить он не будет. А в целом вообще, ну, как бы, получалось, вот, особенно учитывая, что возраст такой разный у классов, получилось, ну, держать, держать, как бы, классы, да, атмосферу, там, управлять ими? Ну, первые четверть, естественно, была такая тени толка, да, то есть я их проверяла, они меня проверяли, не без этого было. Потом, когда они поняли, поняли, как со мной договариваться, да, и что я, собственно, от них хочу, у нас были вполне рабочие отношения. Ну, то есть, грубо говоря, контакт со всеми получилось установить? Ну, за несколькими исключениями, да. Помогла в этом, ну, так сказать, твоя серьезная продвинутость в психологической теме? Нет, не особо. А что помогло? Или ничего не помогло? Просто вот получилось и все. Ну, скажем так, было у тебя, по твоему мнению, было у тебя что-то, что отличало тебя от других учителей, которые не могли держать класс? Ну, вот это я точно сказать не смогу, потому что я на уроке от других учителей не была. Ну, ты помню, еще в прошлой записи обмолвилась, что слышала дикие крики, из-за чего пришлось там политику открытых дверей прекратить. Да, дикие крики были слышны, потому что просто учитель вел в другом классе урок, и у него тоже была открыта дверь. И я, да, слышала дикие крики. Ну, так получается, присутствовал таки на чужом уроке. Ну, как нет, вряд ли я разобрала слова, я просто слышала, что учитель чем-то очень недоволен и особо не стесняется в выражениях, отчитывая какого-то ученика. А ученики и сами какое-нибудь предпочтение оказывали, например, там, считали, что ты там лучше, чем средний там или лучше, чем большинство? Я думаю, нет, потому что при всем при том, что вот у них вот, ну, как бы вот эти крики, да, которые я слышу, это уроки математики. У нас периодически заводились там про кто какой учитель и там кто кому что нравится. При всем при том ученики отзывались об этом учителе скорее положительно, чем отрицательно, потому что, да, она, у неё характер дерьмо, да, она как бы не очень приятный человек, но она даёт предмет. Если ты хочешь сдать ЕГЭ по математике, то это тот человек, который тебе нужен. А что ты узнал нового про ЕГЭ по английскому языку, который, по-моему, с пятого года впервые, да, вводит? Я не помню, с какого года оно вводит. Или, а, наверное, в этом году он стал обязаловкой, а до этого, наверное, было... Его грозились сделать обязаловку в девятом классе, но вот, по крайней мере, в московской области не сделали, в Москве не уверена. По-моему, в этом году, в одиннадцатом. Нет, в девятом. В одиннадцатом его не могут сделать. Ну, по крайней мере, разговоры были именно про девятый. Ну, насчёт обязаловки не знаю, но вариант такой точно есть. Ну, там разные, да, рассматривают системы. Я считаю, что если вообще говорить про предметно, да, то английский язык не нужен всем. Так же, как физика и химия. Ну, ещё ряд предметов, да, узкоспециализированных. И вообще, высшее образование, оно не нужно всем. Вот это вот моё личное мнение. Потому что с пятого, я думаю, вот с четвёртого, с пятого класса, со средней школы, нужно разрешать детям определяться, куда они хотят пойти. Есть прекрасные художники, есть прекрасные музыканты, есть прекрасные творческие просто люди, да, которым не нужна это ни химия, ни физика. Они просто должны идти в какие-то училища, да, по теме. И не тратить своё время на эти стрессы по, там, не знаю, английскому, химии и физике. То есть все эти знания, если они им будут интересны по жизни, они, если захотят, догребут, да. Потому что, вот, например, я из курса химии, физики, биологии даже, по большому счёту ничего не помню. Я даже из математики ничего не помню. Но вот когда мне стала интересна, там, тема, например, химических добавок, да, из чего делают еду, косметику, химию нашу бытовую, я в эту тему погрузилась. Я её изучала, ну, сначала, с нуля, как будто я вообще никогда. То есть всё, что я помню из курса химии, это название химических элементов. Плюс-минус могу вспомнить, что такое валентность, да, и то с большим натягом. Это всё. Всё остальное, когда мне вот по жизни это оно начало быть интересно, нужно, важно, я это вспоминала с нуля. А ближе про взаимоотношения вот язык английский и ЕГЭ? Если по-честному, вот если бы я сдавала английский язык в 11 классе по тем материалам, которые сейчас дают детям, я бы не сдала. Ну, так, наверное, поэтому целая индустрия есть по подготовке к ЕГЭ? Безусловно, да. Это отдельная отрасль. А в целом, вот, ну, мне часто претензию ставят, что я так иногда слова вставляю, у меня это рефлекторно получается, я не делаю этого специально. Просто когда мне кажется, что английская фраза точнее выражает мысль, я просто использую. Ну, я обычно стараюсь, но не всегда. Мне казалось, что, ну, это как латынь сегодня, то есть любой образованный человек, ну, хоть что-то должен знать всё-таки, тем более если он со второго класса учил. Вот общий уровень знания английского языка в современной школе. Что умеют школьники? Да, в общем, наверное, то же самое, что и всегда. В большом счёте ничего. То есть вот я беру детей, да, и 99,9% детей, которых я беру даже на подготовку к ОГЭ, к ЕГЭ, мы начинаем с ним разговор про, что такое present continuous и как его едят. Может, они приходят отстающими сразу? Нет? Или это обычное уровень? Нет, люди, которые выбирают экзамен, ну, там, в 9-м, в 11-м классе, это значит, что у них средняя оценка 4-5. Ну, ты не возьмёшь экзамен тот предмет, который у тебя отстающий. Зачем? В смысле? Ты его не сдашь. Нет, я немножко, нет, ты имел в виду, я имел в виду не оценки по английскому языку, а оперирование английским языком. А уровень, в общем, плохой. Мне иногда задают вопрос, типа, как вот, ну, там, поднять английский. Я, честно, особо не знаю, что ответить, кроме того, что пересказываю, как у меня это получилось. А у меня это получилось, по-моему, случайно, уже после школы. Ну, вот, когда тебе тема становится интересным, да, и ты начинаешь её усиленно копать, но всё равно, даже если у вас изначально есть, как к этому, какие-то предрасположенности, это не значит, что вы, если там два года постоите рядом с кем-нибудь, знающим английский, он у вас появится. То есть это всё равно труд. Это зубрёжка, это бесконечные упражнения, это слушание оригинала, там, не знаю, песен, стихов, фильмов, книг. Ну, то есть это погружение. Минимум на два года. Ну, на год, если ты реально одарённый человек. А опять же, разница между девочками и мальчиками есть, вот, в смысле английского языка? Если брать общую массу, то, естественно, есть. У девочек с памятью значительно лучше. Они зубрёжку проще воспринимают. Если брать тех людей, которые непосредственно ходят заниматься ко мне, то нет. Если у человека есть талант, в принципе, ну, в смысле, он предрасположен, да, он не вызывает большой сложности, там, не знаю, за неделю выучить 20 неправильных глаголов. Просто язык, он не нужен всем. Не нужен. Я считаю, что пока ты не овладел русским языком, там, выше среднего, тебе в английский лезть, ну, и вообще в язык другой не стоит. Ну, если я имею в виду серьёзно лезть, да, понятно, что можно выучить, там, две фразы, как пройти и сколько стоит. Этого будет достаточно, чтобы поехать, там, куда-то отдыхать. Вот у тебя проскочило про учителей машин. К счастью, наверное, только на собрание хожу, в общем, сейчас по-другому учителей не вижу. Мне с ними, как правило, ну, особенно с некоторыми, тяжело даже на собрании. Когда я просто сижу и слушаю то, что говорят, просто манера, там, речи, подачи, и я сочувствую детям, когда они потом говорят, что, типа, вот, очень тяжело, именно психологически тяжело с учителем, то есть дело даже не в предмете, а именно вот, ну, да. Ну, такое грубоватое мнение, да, которое вот в мужском движении присутствует, что, ну, грубо говоря, говорят, что если человек действительно задержался в школе, это работает долго, то, скорее всего, просто он, ну, больной. Там даже есть, кто чуть ли не диагнозом называет, чем конкретно люди больны. Что в системе есть некая негативный отбор, и остаются определённые только, ну, тип личности, и эти личности, ну, скорее, деструктивно настроены к детям, там, и, ну, в целом. Да. Насколько это соответствует по личным ощущениям? Я немножко с другого конца начну. Всё-таки дети очень чётко понимают, то есть они могут разделить. Есть учителя, которые дают предметы, есть учителя, которые не дают предметы. И, как правило, так получается, что учителя, которые дают предмет, они не очень приятные личности. А учителя, которые милые, и с ними можно потрепаться, они, как правило, не дают предмет. Поэтому дети, которые настроены на результат, которым важно сдать там хорошо экзамены, поступить куда-то дальше, они готовы закрывать глаза на корявости характера того или иного учителя, который даёт предмет. Я к тому, что никакой такой вот серьёзной, скажем, патологии не было заметно. Нет, они, смотрите, чтобы выстроить работающую систему подачи материала, чтобы вложить в ребёнка те знания, которые система от него хочет получить, нужно выработать определённое качество, наверное, да, и определённую систему. Эта система вырабатывается годами через труд, пот и мучение. И отрабатывается, то есть она шлифуется на детях, естественно, тоже. Те дети, которые не выдерживают там темп или интенсивность или ещё что-то, да, вот таких систем, у каждого учителя своя система подачи, да, нет двух одинаковых. Те дети просто не успевают по предмету. То есть они могут говорить о том, что учитель там кричит или там что невозможно с ним разговаривать или ещё что-то, или ещё что-то. Мне кажется, всё-таки причина больше или человек изначально не заточен на этот предмет, или это отговорка. То есть если вспомнить, например, да, каких учителей вы запомнили как яркий пример того, каким должен быть учитель. Да, вот я, например, из своих школьных лет запомнила только двух, двух учителей. И оба они были, мягко говоря, непростого характера. Но одна из них безумно интересно рассказывала про свой предмет, а вторая была просто прирождённым психологом. Она, при том, что она как бы, ну, пришла в школу не потому, что была прирождённым учителем, а потому что вообще, в принципе, ей был интересен человек и ребёнок в частности. То есть она, ну, было видно, что ей интересно с тобой разговаривать как с личностью. Она с любым могла поговорить на любую тему. В этом был её конёк. При том, что как бы предмет она, ну, так, по ходу дела давала. Что интересно, сейчас про себя подумал в этом контексте. Я вспомнил, ну, двух учителей как минимум, я их обоих очень хорошо помню. Они как раз были крайними плюсами вот этих примеров. То есть женщина была очень сильная и сложная в характере. Точно не человек, с которым ты там будешь о чём-то обеседовать на личной теме. А второй был мужчина. Он был очень именно душевный человек. И, честно говоря, я думаю, если суммировать, ну, в общем, реально сложно между ними выбор сделать, на самом деле. Потому что то, что им дал этот человек именно как личность, оно, возможно, даже превышает то, что он не додал как предметник. Ну, то есть, да, на мой взгляд, в общем-то, нужны, наверное, и те, и те. Но таких людей реально мало. Всё-таки основная масса учителей, она не то и не другое. Она что-то среднее. И вот это вот огорчает. Потому что можно терпеть учителя с плохим характером, который там как-то очень тебя сильно, прилюдно, обидно отчитывает, да. Но, как правило, такие учителя отчитывают за какое-то, ну, реальное дело. И вот и меня расстраивает именно вот эта прослойка, которая ни то, ни другое. Вот там реально конвейер. То есть, ты пришёл, она отбумнила к нам какой-то свой материал, вы написали очередную контрольную, у тебя там тройка, тебе неинтересно, потому что она просто тупо читает учебник. С ней не поговорить, неинтересные вещи она не рассказывает, вообще ни о чём. А заинтересованных людей в своём предмете их реально крайне мало. И я, когда шла в школу, я именно делала ставку на то, что, ну, английский всё-таки довольно специфический предмет, да. Я понимала, допустим, что людей там в седьмом-восьмом классе, если они к этому моменту ноль в этом предмете, да, то что-то поменять в их жизни кардинально я уже не смогу. А с маленькими у меня получалось хуже, потому что с ними нужно всё время играть и прыгать. А я, ну, у меня плохо получается играть и прыгать. А были мужчины-преподаватели? Был по географии старичок какой-то, и по ОБЖ был тоже мужчина, ну, скорее пожилой, чем... Они все тоже пришли не по профессиональному образованию. В смысле, то есть вынуждены просто от безработицы спрятаться там или что? Да. Просто они в какой-то момент решили... Очень же многие приходят, например, потому что у них дети или внуки в этой школе учатся, да, и у них есть возможность там или желание, или ещё что-то просто находиться рядом. Потому что первый вопрос, например, когда там вот я у директора оформилась, да, меня повели знакомиться со старшим нашим методистом по английскому языку. Первый вопрос, который она мне задала после того, как спросила, как меня зовут, кто у меня в этой школе учится. Интересно. Да. То есть, ну, как бы, из этого я сделала вывод, что в школе, ну, вот в мои года ждут только или если у тебя там кто-то учится, или если ты какой-то иногородний, и тебе просто нигде не берут работать. А среди учеников видно что-то про, ну, вот особенно, опять же, на срезе там от второго класса до девятого, про демографию, про количество, состав, или из школы ничего не видно? Ну, у меня же было только половина класса, у нас же на языке группа делится. Я бы сказала, что примерно поровну. Ну, честно говоря, я не заостряла в внимании. Нет, я имею в виду, во-первых, количество, численность классов в разных возрастах. Нет, естественно, в младших классах больше. Вот, например, у меня была группа 15 человек, там второй, четвёртый, пятый класс, а в девятом классе их было 10-11. То есть, если умножить на 2, то, допустим, 15 человек, это значит, их в районе 29-30, если 10-11, то их уже 20-22. А над состав? Ну, у нас, в общем, закрытый город, у нас, у меня было только 2 человека, как это называется? Ну, все поймут, можно никак не называть. 2 человека. 2 человека, да, вот из 7 классов только 2 человека. Для Москвы это точно не типично. Да, но рядом вот район, где это реальная проблема, там больше 90%. Ну, то есть, получается, в общем, от национальных проблем, в общем, в этой школе были избавлены? Ну, конкретно вот в этой, да. Ну, у нас просто, я так понимаю, у нас город очень ведёт работу в этом направлении. И сами жители, и, я так понимаю, даже на уровне администрации. Возможно. Да, давай ещё раз коснусь учителей. Опять же, есть стереотип, что, ну, скажем так, существенная часть женщин-преподавателей в школе, это либо разведённые женщины с таким, в общем, ну, с зубом, скажем так, на мужчин, либо те, которые так и, ну, в общем, не связали свою жизнь с мужчиной, в общем, тоже каким-то таким причинам. То есть, что у них в целом есть некий, пардон, байос, да, Некоторая негативная предрасположенность ко всему мужскому вообще, там, к мальчикам в частности, и проявлением мужского в мальчиках и в подростках. Ну, так глубоко я не копала, да, то есть, вот про тех учителей, которых я знаю, они почти все замужем, за исключением, там, может, одной-двух. Такой выраженной какой-то вот ненависти или там предвзятости я не заметила, но, опять же, смотрите, вот то, что я говорила, да, мальчики в старших классах, они очень активно включаются вот в эту борьбу за популярность. И, соответственно, отсутствие страха перед учителем, это даёт тебе много очков. Поэтому мальчики, ну, значительно чаще попадают под раздачу к учителям, из чего может сложиться мнение, что у учителей есть проблемы с мальчиками конкретно. Девочки конфликтуют с учителями значительно реже, ну, по крайней мере, открыто, да, ну, без провокации. То есть она может там пойти нажаловаться маме, там, вызвать какую-то разборку подковёрную, да, но вот так, чтобы вот девочка, ну, демонстративно там, не знаю, там, встала и ушла, например, или там кинула что-то там в кого-то ещё, или вот какие-то такие вещи, такого нет. Они хитрее действуют, ну, то есть вот, а вот именно резкую громкую реакцию вызывают именно мальчики. То, что они провоцируют активнее именно к открытому конфликту. Девочки, они, если хотят конфликтовать, они тебе, ну, скорее, что-то такое пакостное сделают из-под тяжка. Ну, бытует мнение, что мальчики, ну, в силу, там, возраста и биологии определённой, да, и это как раз уже к каталогии скорее относятся, что просто неким естественным внутренним зрением мальчик оценивает как что-то, ну, не очень нездоровое и ненатуральное, что им командует человек, когда он явно физически слабее. Соответственно, он пробует тестировать границу, человек с той стороны границу не удерживает, и начинается вот эта вся система. То есть, как бы, что в силу вот этого, ну, чувства иерархии, иерархического инстинкта в человеке, что, в общем, нужен, чтобы был сильный, как бы, вожак, да, на которого можно снизу-вверх смотреть, а женщина, которая, ну, явно, там, сравнимая или физически слабее, и даже габаритами меньше, да, часто, она не вызывает чувство авторитета, да, то есть не вызывает уважения, то есть, как бы, поэтому ее постоянно происходит тестирование, типа, ты держишь, держишь, ты можешь меня поставить на место, нет, не могу, ну, значит, значит, можно все. Ну, вот у меня были на этой почве конфликты только вот в первую четверть, то есть, когда они еще не очень понимали, за что я наказываю, за что я хвалю, чего я, в принципе, от них хочу, то есть, они пытались действовать по стандартной схеме, да, стандартной схемы не работали, начался вот этот, делали так, мне не нравится, делали так, мне не нравится, а что надо-то, тогда я вообще ничего не буду делать, еще один вариант, тебе ни то не нравится, ни все не нравится, ну, то есть, вот первое, с чем я начала бороться, это с поголовным списыванием, да, я, ну, вот беру две тетрадки, я вижу, что даже ошибки переписали, я говорю, блин, вы что, мне совсем за идиотку держите, да, то есть, ну, если вы списываете, то включайте хоть немножко голову, ну, то есть, вот они, вот, насколько я поняла, их подкупает чаще всего именно искренность, то есть, насколько открыто ты готова с ними обсуждать что-либо. Обсуждали. Ну, то, что они поднимали, да, те темы, к сожалению, которые я поднимала, то ли я промахивалась, им это было или рано, или неинтересно, или, не знаю, зацепила только одна тема, прям вот там, прям конкретно зацепила, я предложила в качестве эксперимента вместо меня проводить уроки, да, тем, кто проводит урок, я ставлю пятерку автоматом за этот урок. Соответственно, этот человек готовится к уроку, он ставит оценки, он ставит домашние задания, он с них спрашивает. Вот это во многих классах прошло на ура, то есть, некоторые по нескольку раз вот в это дело влезали. — Справлялись? — Нет, конечно, но это было, не в этом был смысл. — Или они таким образом, так сказать, ходили милю в твоих туфлях и поэтому... — Да, да. Я хотела, чтобы они посмотрели со стороны, с другой стороны баррикад. — Интересно. Вообще, даже в нашей школе, я помню, что-то типа раз в год, что ли, был такой день, когда там учителя менялись местами, ну, не менялись, а всех учителей заменяли, это один день был, вся школа целиком. — Нет, у меня было по желанию. — Слушай, а что-то у меня какой-то так, когнитивный дизонанс возникает. Если учителя, такие все нормальные люди. Дети, в общем, тоже все замечательные люди. Школа, в общем, вполне себе работает. Чего ж там-то так невыносимо-то было, что там не смогла больше работать? — Потому что... — Типа, каждая... Просто из того, что я услышал за последнее время, следует то, что, типа, каждый отдельный элемент замечательный. — Да, каждый отдельный элемент замечательный. — Все вместе, какая-то полная бяка. — Да, потому что я это списываю на систему, потому что система, она не заточена на обучение, она заточена на усреднение. — Ну, собственно, опять же, я уже, наверное, всех задолбал Нилом Постманом, но он прямым текстом говорил, что целью образования вовсе не является знание, типа, кто так думает, тот заблуждается. Школа занимается производством следующего поколения общества. — Роботов, да. — Ну, общество, да. То есть просто воспроизводит само себя. Это тот же завод, на котором штампуется будущее. Соответственно, знания, по большому счёту, они, ну, как бы сказать, это побочный эффект, который, если есть, хорошо, но если нет, то... — Повод собраться. — Повод собраться, да. Я лично, у меня много есть мыслей на ту тему, что, возможно, один из главных поводов – это только чтобы дети не находились с родителями своими. То есть просто вся система, рабочий день и школа, по-моему, она во многом придумана, чтобы дети и родители ни в коем случае не находились вместе. То есть ты, фактически, большую часть времени ты находишься с чужими людьми. — Да, и на это тоже, безусловно. — Я к тому, что если это правда так задумано, то это нормально, что, значит, штампуется? — Ну, как бы, да, система придумана, у меня сложилось такое всё, что именно для этого. Не для знаний, не для того, чтобы научить тебя думать, не передать что-то важное, ценное, доброе, вечное. А именно для того, чтобы тебя выровнять с серой массой. Чтобы ты никуда не вылазил, ничем не отличался, чтобы ты был удобен в системе. Вот тебя рассадили под умом, схожали, как сидеть, как держать ручку, научились считать, писать. Этого системе достаточно. Всё остальное — это никому не нужно, кроме самого человека. Если человек это не понимает, то он идёт туда, куда его толкает система. Никому не интересно, чем ты уникален, никому не интересно, что тебе интересно. Вообще никому не интересно. Приноси хорошие оценки, и будет хорошо. Поэтому я когда поняла, что я одна в рамках даже своих классов ничего с этим сделать не смогу, я просто посажу своё здоровье, а я за тот год посидела, у меня полглавы стало седой. И реально списываешь это именно на школу? Да, потому что последнюю четверть я себя за волосы туда таскала. А дети чувствовали это, как думаешь? Ну, я пыталась сделать всё, чтобы это не чувствовалось, но они к концу года уже тоже сами замотаны, что они уже ничего не видят, не слышат, кроме этого солнышка и листочков, и уже разговор исключительно о том, кто куда поедет, кто чем будет заниматься. А когда за неделю, за полторы уже известны четвертные годовые оценки, то учатся только те, кому надо что-то исправить. Все остальные уже на каникулах. Там ещё майские праздники. Ну, то есть четвёртая четверть, она такая больше формальная. Я сейчас из этого последнего пассажа, за последние две минуты, услышал варианты объяснения. Не то, чтобы я ломаю голову, но я просто хорошо знаю этот феномен, что я помню, как обучение шло у меня, почему я в разных школах учился, я помню процесс. Конкретно обучение иностранному языку, в моём случае английскому, построено так, что таким образом его можно учить любое время абсолютно. То есть хочешь, можно начать, например, с шестого класса до десятого. Можно с четвёртого, как было у нас. Можно со второго. Знать вы будете одинаково, а конкретно никак. И в принципе, если даже хотеть, можно продлить это обучение ещё дальше. То есть можно начать со второго класса, а закончить, не знаю, старшими курсами вуза. Но если технология останется так, как она поставлена обычно, то вы не сдвинетесь дальше вот этого начального уровня никогда. Типа бигинер. То есть это вечный бигинер. И главное, вы всё время будете, даже что удивительно, одни и те же темы люди проходят. То есть как будто каждый год начинается с одних и тех же. То есть выясняется в новом году, что мы не знаем present continuous. И в следующем году, после осени, мы не знаем, что такое present continuous. И следующий. И так 10 лет. Да. И как бы возникает вопрос, what's the point? И point похоже именно в том, чтобы люди были просто чем-то заняты. По-английски это абсолютно точно, да. Он не нужен 70% учащихся. Вообще не нужен. Им даже подходить к нему не нужно. Они не для этого заточены. Вот у меня, когда всё, что осталось от школы, это вот очень хорошая картинка. Значит, на картинке экзаменационная комиссия и, значит, разные-разные звери перед ней стоят. И, значит, экзаменационная комиссия задает задание. Сейчас мы будем проверять, как вы умеете прыгать. А там в толпе стоят медведи, олени, жабы, ужи, птицы. Ну, все-все животные, да. Ну, то есть, понятно, что будут хорошо прыгать те, у кого есть для этого инструменты, там, ноги, хвосты, да, всё, что нужно. А уж, вот как он не старайся, он не будет никогда прыгать. Непонятно? Не очень. Это про то, что у детей есть предрасположенность некая? Да. Или что у них есть видение профессии? У них есть таланты, которые на школе, в школе плевать. У школы есть план. План усреднённый. Причём усреднённый по самому слабому ученику. И никому не... То есть, если родители не развивают таланты, школа этого делать абсолютно точно не будет. Более того, она будет работать на то, чтобы их загнать вглубь тебя, и чтобы ты их никогда не открыл. Если твой талант в английском языке, считай, тебе повезло. А если твой талант в танцевании... А чем повезло? Предположим, предположим, на секунду, нашёлся человек, у которого талант в английском языке. Тебе дадут какую-то базу. Ну, ведь не так, но тебе дадут возможность взять базу. Возьмёшь, не возьмёшь, это уже твоё дело. Нет, я имею в виду, не достанет тебя, скажем. Допустим, человек начал во втором классе. К четвёртому исчерпал всё, чему могут в школе научить. И всю остальную учёбу он будет только слушать повторения того же и чертыхаться про себя, насколько можно одно и то же. Таких, в общем, детей нет. Здесь важно, чтобы родители включались. То есть, если они понимают, что ребёнку интересно, ребёнку талант. Вот ко мне за весь год подошли поговорить только ученики, у кого двойки в четверти выходили. Дети, у которых пятёрки, ко мне родители не подходили. Из чего я сделала вывод, что им, в общем, плевать. Если у человека талант к чему-то, это задача родителей, а не школы его развивать. Школа даёт минимум. И то, она не то, что даёт, она тебе даёт возможность взять. И забирает при этом всё доступное время практически. Естественно. Именно, особенно, в частности, я думаю, тоже один из способов вот этого активного торможения людей – огромный объём домашних заданий. Я просто знаю, что он реально… Существуют нормативы, нам их время от времени озвучивают на родительском собрании, что, например, на такое-то домашнее задание должно уходить, не знаю, в сумме, в день. Я забыл, норматив порядка двух часов, по-моему, или около того. Не считая того, что этих двух часов часто просто нет, учить-то во всякие допы, и то, что люди ездят уже вне школы, в старших классах. Реалистично, консенсус в том, что нельзя уложиться реально в такое время. Просто нельзя. Это физически невозможно. То есть, либо ты будешь проваливать ДЗ, что на оценках отзывается, либо ты реально переходишь в категорию тех, кто с красными глазами и на таблетках ходит в школу. Ну, если люди есть такие, когда… Некоторые ученики такие реально упертые, вот они там… Особенно те, кто, не дай бог, на медаль идут. У них такой вот… Любой ценой. У них родители, да, упертые. Но просто смотри, вот я, когда мне озвучивали, как надо сдавать домашнее задание в системе, должно быть такое домашнее задание, которое они могут сделать за 15-20 минут. Да, вот на мой взгляд, вот это упражнение можно сделать за 15 минут. На их взгляд, они могут делать его 2 часа, если они его реально будут делать. А они за 15 минут успеют только ответы скачать из интернета на это упражнение. Вот что только они успеют. Я думаю, 15-20 минут, наверное, должно, как бы, соотноситься с уровнем знания их. А как? Если у них никакой уровень знания, откуда я им должна сдавать домашнее задание? У них сейчас очень хорошие учебники, кстати. Есть учебник, а есть рабочая тетрадь. И вот в рамках одного урока ты проходишь один юнит, там, на одну страницу. А в рабочей тетради к этому юниту есть упражнение. Прям вот к этому юниту, с этой лексикой, с этой грамматикой. Очень удобные учебники. Но только они нифига не работают. Даже не знаю сейчас, что из этого все вывести. Как-то это сильно не соответствует моим таким предрассудкам, скажем так, про школу. То, что я сам думал, прогнозировал. Мне кажется, все-таки дисклеймер нужно все-таки поставить. Что мой взгляд, мой опыт, он не объективный, он персонализированный. Поэтому вряд ли по только моему опыту можно судить о школе и системе. Ну, это более-менее очевидно, как бы, да. Мой взгляд, что школа не работает. Потому что у нее глобально не те цели. Очень много бюрократии. Очень много бюрократии. Плюс, как бы, родители открыто говорят, блин, ну что вы не занимаетесь моим ребенком? Я на нее смотрю и думаю, простите, а как я должна им заниматься? Вы должны заинтересовать. Расскажите, как я заинтересую лично вашего ребенка. Ну, то есть, вот когда у тебя в классе сидит там 15 человек, им разное интересно. Я не могу заинтересовать всех. Я могу заинтересовать, ну, как минимум половину, да. Это в лучшем случае. Я считаю себя увлеченным человеком, да. И я могу про английский рассказывать часами, да. Даже про самые скучные темы. Потому что я, ну, работала в этом направлении. У меня есть, я вот, например, своим ученикам даю там вырезки из фильма, из мультиков, из книжек, да. Ну, потому что я понимаю, я помню, как я учила и как это все скучно. К тому же сейчас столько материалов в сети, блин. Если бы у меня были такие возможности, я бы не сидела 5 лет в институте, наверное. Там все-таки, наверное, в институте учили не просто там общаться на языке, да. Вы же проходили там и историю. Там было сесть на кучу ненужных предметов, которые я... Теория перевода. Которая я сдала экзамен, забыла, да. Ну, теория перевода полезна только тем, кто потом пошел переводить. В качестве ликбеза, да, она была интересна. Но если бы они экзамены были, не надо было давать. Из интересных предметов, и вот это, естественно, это практика языковая, это, естественно, вот мне нравилась история языка. Психолингвистика была очень интересный предмет. Латынь? Латынь была, но ее у нас давали чисто для галочки. У нас ее ввел бывший провизор, да, и она нам всю латынь объясняла на пестиках и тычинках. Я вспомню, как называется ромашка, но... Все остальное, это все теория, потому что... Ну, да, вот первые два урока по теории фонетики были, наверное, интересны, да. А потом это все такой пип. Надо красную кнопку завести такую для интервью специально. Причем учебник по теории лингвистике, и вот он у меня теперь на даче живет. Я на него смотрю, думаю, блин, вот, сжечь тебя, что ли? Потому что я понимаю, что я его уже никогда не открою. Теоретическая лингвистика. Был такой предмет. То есть есть лингвистика, а была еще теория фонетика. Есть просто фонетика, да, там тебя учат произносить звуки. А есть теоретическая фонетика. Предмет того изучения какой? Теория образования фонетических звуков. Мы там изучали все мышцы и органы гортани. Когда я сейчас пытаюсь, например, объяснить людям разницу между звонкой и глухой, вот это сочетание TH, да, я говорю, что в русском нет такой буквы, ну, звука нет такого, да. Вы должны язык поднять к верхим альвеолам. Они такие меня смотрят. Куда? Куда вам язык поднять? И тут начинаешь рисовать картинки. Ну, а как еще объяснить? 33 квадратных метра, когда при помощи ремня объясняю звук TH, когда оно петлю такое на подбородок надело, а теперь скажите, типа там, Z, то оно, B. Вот что-то типа. Петлю надел на лицо, вот тут зажал подбородок. Нет, у меня, да, у меня другие тела. Я рисую им русские буквы и говорю, а теперь я должна сказать между ними. То есть вы сложите губы для этой буквы, но призносите вот эту, и у вас получится нужное. Возникает странное ощущение, что в школе более-менее все нормально. Нет, там, безусловно, ненормально. Безусловно. Потому что детей там ломают, но ломают помимо своей воли, потому что если учитель стоит перед выбором, или ты ломаешь ребенка, или система ломает тебя. Ну, потому что если ты начнешь вникать конкретно в каждого ребенка и узнавать его сильные стороны, как его заинтересовать, как мотивировать, на что у него работает память, на что не работает. У тебя 150 таких детей. Я могла вот после там трех занятий тыкнуть пальцем в человека и сказать, что ты можешь ко мне не ходить, у тебя он никогда не будет. Я им в конечном итоге так и говорила. Слушайте, я вам три всегда поставлю. Не ходите сюда. А как же ответственность в учебное время? Нас все время пугает, что почему нельзя пропускать уроки, что в случае, не дай бог чего, учитель будет крайним. Это со студентами может быть прокатит там. Со школьниками там все сложно. Ты знаешь, почему-то работал обратный эффект. Я когда говорила, не ходите сюда, они все ходили. Это от противного, это нормально для детей. Вот, то есть они, конечно, пару раз прогуляли, а потом почему-то ходили, даже когда эти уроки были последними. При том, что они сидят, они ничего не понимают, они сидят у себя в телефоне. Да, и только когда я переключаюсь на русский и начинаю там что-то пояснять, они поднимали голову и делали вид, что слушают. А вот интересно, опять же, сравнивая между вторым классом и девятым, между поколениями, вот по продвижению поколениям, как уровень языка стабильный или он как-то меняется? Я понимаю, что за один год нельзя было увидеть, например, два вторых класса. Школьники по мере взросления, они, средний уровень языка у них как бы он растет или падает? У нас английский язык сейчас везде, преподают его раньше. Знают они его лучше, чем, например... Да нет, они не знают. Лично мое мнение, что его нельзя начинать преподавать раньше, чем человек освоит родной язык. А второй класс, это он еще не освоил родной язык? Нет, конечно. Католическая церковь считала, что 7 лет, это, в общем, достаточно. В 7 лет ты можешь начать изучать два языка, если у тебя личный преподаватель по каждому языку. Да, тогда это будет иметь успех. Общая образовательная школа? Нет. Но это как вот массовый пошив и инт-пошив. Да, то есть ты хочешь, чтобы костюмчик сидел, идешь и шьешь по своей фигуре. Нет, ну индивидуальные занятия – это в любой теме абсолютно, естественно, совершенно большая разница. Естественно. Даже, пардон, ситхи в «Звездных войнах» и то тренировались один на один, поэтому могли сражаться с двумя врагами одновременно. Вот что значит индивидуальное обучение. Ну, индивидуальный подход он везде рулит, а массовое оно, вот оно и есть массовое. А йода своих юнглингов этих держал классами. Может, в этом причина? Нет, сейчас осенило. Может, в этом причина, что всех джедаев порубали? Индивидуальное обучение зарубило коллективное? Нет, ну там, смотри, у них же была, насколько я поняла, коллективное было до определенного уровня, там, или классно. Потом их все равно раздавали каждому учителю по одному, по два. Школа хороша для того, чтобы научиться писать свое имя и считать до десяти. Для всего остального она плохой учитель. А про подъем самооценки я вообще молчу, там, зверят вырастает. То есть, когда начинаешь с ними разговаривать, они все такие милые, такие все добрые. Когда урок начинается и весь класс заходит, с ними что-то происходит, они становятся зверятами просто. У меня на моих глазах просто чморили девочку. Я когда увидела, я минуту, наверное, не могла ничего выговорить, потому что я просто не ожидала, что такое вообще я когда-либо увижу. Они прям скопом на нее накинулись, она пытается там что-то огрызаться. Я целый урок посвятила разбору полетов и выяснению причин, почему сложилась эта ситуация. В результате мне никто ничего не смог сказать. Мы просто сказали, она странная дура, и все. А у девочки просто, да, было свое мнение. И вот как раз она из тех, что она у меня все уроки рисовала, она, ну, понятно, что уровень там, в конечном итоге ее после, по-моему, второй четверти перевели на домашнее обучение. Но я тогда, я помню, сорвалась. Опять же, в контексте, я из личного опыта, честно, я тоже помню, у нас был такой элемент в моем собственном классе. Реакция на слабого человека. У какого-то числа людей включается реакция защиты. То есть ты видишь, кого-то обижают, тебе требуется вступиться так или иначе, там, как угодно. Хоть там, ну, вот скорее, да, если кто-то проявляет какую-то слабину, в любом смысле, там, у волособина бывает разная, это такое широкое понятие. Но если как бы какую-то слабую точку кто-то народ почувствовал, то коллектив сразу наврасывается и начинает загрызать. В разных, разным способом, иногда только психологически, иногда и физически тоже. Мне почему-то запомнилось, что вот, ну, может быть, это особенность моего конкретного класса была, у нас класс был особенный. У девочек, я помню, вот не включалось режим защиты и там сопереживания нет. Они вот, ну, такое ощущение было, что они психологически становились и как бы подыгрывали. Если не прямо, то хотя бы косвенно. В лучшем случае, энаблеры, да? Кто-то мне предложил перевод этого слова, я его забыл. Хороший полперевод. Ну, в общем, в лучшем случае, как бы, не мешают. А в худшем, там, прямо или косвенно помогали этому делу. То есть они участвовали в этом. Ну, у меня программа как раз вот защиты слабого. Причем довольно жесткая программа. То есть даже если я считаю, что этот человек неправ, но на него все накинулись, я все равно встану на его сторону. Помнишь такой мультик советский? Подарок для самого слабого. Как там, зайцу. Маленькому зайчику подарок пришел. Ящик такой огромный. И там началась драка за звание, кто у нас самый слабый. Мне особенно фраза Волка понравилась, когда он так стоит, локтем оперевшись. Но кто у нас тот самый слабый? А потом, когда он его вскрывает, там, выясняется, что лев сам себя прислал, чтобы зайца защитить. Когда открывают, оттуда лев вылезает. И они все тут же говорят, типа, это он, он самый слабый. А лев объясняет, что поинт был не в этом. Ну, на самом деле, было бы интересно такие вещи сравнить. Но чтобы их реально сравнить, тут, конечно, мало года работы в школе. Тут нужно какой-то человек, который застал в идеале, скажем, хвост хотя бы СССР. И вот до наших дней, опять же, хотя бы чуть-чуть застал. Вот он может, наверное, провести сравнение, как было общество тогда, в середине, сейчас. То есть, в общем, то, что мы услышали сейчас, это срез ну, за небольшой период, это, считай, одно годовое кольцо, там, на дереве, да, грубо говоря, что из него можно такого серьёзного извлечь? Точнее, получается, со второго по девятый, это сколько, семь или восемь колец сразу, одновременно. В общем, я ещё раз до себя выяснила, что система это не моё, мне в ней очень тяжело, и до тех пор, пока у меня будет возможность с ней не связываться, я тогда обратно не хочу залезать. – Я иногда фантазировал на тему, ну, хотел бы я и мог бы работать в школе. Я почему-то в голове себя представлял, ну, теоретически, только с младшими классами. То есть, я понимаю, что с подростками, скорее всего, ну, просто поздно. То есть, то, что мне хочется дать, я так понимаю, что им уже дать нельзя. Но, учитывая вот эту финансовую сторону, я её всегда хорошо понимал и всегда учитывал. И вот это, опять же, очень нервическое отношение к мужчинам и детям в обществе стало. – У тебя будет шанс, когда у тебя появятся внуки, потому что если ты придёшь в школу и скажешь, я хочу у вас работать, потому что у меня внук здесь растет, тебя примут на ура. – Ну, а чё, всё равно будешь правила пенсии исполнять, будешь бояться оставаться один на один. Инструкция, как эти зарубежные преподаватели говорят, у них чёткая инструкция, бумажная, типа, никаких касаний, типа… – Ну, у нас пока нет таких касаний. – Between a hand and a knee. Выше кисти и ниже колена. – Ну, может, к моменту внуков у тебя уже не будут воспринимать, как… – Что я им смогу преподать? Как на ютюбе ролики монтируют? Если это… – Ну, почему информатику не тебе отменял? Вот, если тебе нужен предлог, да, а что ты там будешь на уроках реально доносить? – Про информатику у меня есть информация из первых рук, потому что у меня как бы, ну, сын достаточно продвинутый в этой теме, и, естественно, ему откровенно скучно, и он мне пересказывает, что они делают и как. Это, ну, так же, как в английском, вот то, что ты сейчас описал, или даже хуже. То есть, вечно крутятся на одних и тех же элементарных базовых вещах, не какой вот, ну, серьёз какой-то деятельности, там, связанный с… Ну, как я вот считаю, базовые предметы, это как вот если человек, например, на английском языке может в зарубежной стране, где-то в стране спросить, как пройти, не знаю, там, какой-нибудь музей. Мне кажется, вот такая же вещь, это когда человек может сам себе, там, купить пустой компьютер и поставить на него софт, достаточный для его работы. Этого, естественно, нет в курсе инфа, хотя это совершенно, ну, самая базовая вещь, нет ничего более базового вот в практическом приложении. Там, настроить собственный, там, смартфон, настроить собственный компьютер рабочий. И опять кругами по одним и тем же темам, вот это какое-то псевдопрограммирование, там, причём, естественно, люди приходят, ну, тоже, возможно, прячутся от пенсионного возраста, приходят со знаниями, которые, ну, вот, там, 20-летней давности, тогда это было, ну, что-то, что действительно можно было учить. Сегодня всерьёз, там, ну, то, что там преподают. Тут, это уже среди IT, это, считай, как музей почти. Типа, вот, музей ретро-технологий. Это кабинет информатики. Да даже при том, что он, может быть, оснащён по последнему слову техники, там, у всех iPad'а в руках, но это ничего не меняет. То, что они реально делают там, если оно сложнее, чем презентация в PowerPoint'е, а у некоторых этим ограничивается. То есть, вот, презентация PowerPoint'а, там, или, там, работа в процессе reward. Раньше, вообще-то, это было, ну, то, что секретарь делал, который вообще ничего делать не умеет, это вот он, его задача. Казалось бы, информатика должна что-то, ну, более давать всерьёз. Ну, короче говоря, нет, нет. Ну, подводя итог, то, что я, как бы, услышал, то, что я сейчас сам себе думаю, может быть, что-то мне умнее придёт позже, тогда я допишу. Я слышу так, что получается, по крайней мере, из этого конкретного опыта, из этого среза, что каких-то суперчудовищных вещей в школе нет. Она, в общем-то, ну, не хуже, не лучше нашего обычного общества, которое так себе, да. То есть, радикальной разницы между школой и не школой нету. Ну, и это, в общем, наблюдаемый такой факт. У людей, наверное, завышенные ожидания к школе, особенно у родителей. То есть, они хотят что-то такого, на что школа просто физически не сделана и не рассчитана. И никогда не была рассчитана. И никогда не была рассчитана. Просто люди почему-то либо этот факт не знают, либо как бы, ну, отказывается сознание этот факт принять, что школа не сделана для образования. Вернее, скажем так, образование значит не то, что люди думают. Они думают, что образование — это значит, когда дети хорошо знают предметы. Нет. Образование не для этого сделано. И, наверное, если бы родители, у которых нет варианта перейти на домашнее или частное обучение, если бы они хорошо себе этот факт представляли, просто спокойно, с принятием, что ну вот так обстоит в школе дело. И никак иначе. То есть, либо ты будешь что-то индивидуально делать сам, а как бы школу просто подкармливать время от времени, давая ей то, что она хочет. Вот она хочет, чтобы ты, ну, знаешь, съездил на Олимпиаду и что-то там написал. Ну, дай ей это, как бы, покорми эту собачку. Но надеяться на неё в смысле получения, там, развития таланта, там, открытия каких-то нестандартных сторон в себе. Да вообще, от каких-либо сторон. Ну, да. И даже, к сожалению, это как раз, наверное, отсутствующий такой важный отсутствующий элемент. То есть, по идее, раз уже дети не находятся с родителями, они должны были получать такое какое-то грамотное, хорошее воспитание, в хорошем смысле этого слова. То есть, образец, которым бы хотелось тянуться, да, то есть, на кого быть похожим. Ну, этого тоже там нет. То есть, дети, как бы, они, ну, во многом, получается, и в смысле образования, и в смысле психологического развития предоставлены сами себе. И если бы дети это начинали осознавать, я, например, как мог, в общем, для меня эта мысль не новая, как бы, я её постарался, как мог, до сына донести ещё там, ну, давно уже, несколько лет назад, и, по-моему, донёс. Что никому ничего не нужно, ты никому не интересен. Единственный человек, кому ты интересен, это ты сам. Кто должен быть в тебе заинтересован, что ты хочешь, вот. Нужно понять это и двигаться, делать в этом, в смысле, что-то. То есть, никакая волна тебя туда не вынесет. Никто не поможет, скорее всего, скорее будут тормозить. Школе и знать неинтересно, в общем, и можно не рассказывать, что ты там, чем ты там занят, что тебе интересно. Особенно, не дай бог, что касается твоих там взглядов на политику или там на психологию, или там, не дай бог, на гендерную психологию. Даже если хочется сказать, нужно, в общем, держать рот на замке. Это никому не интересно. И поменять ты всё равно ничего не сможешь, кроме того, как испортить отношения. Это можно. Но, по крайней мере, Мойсон хорошо знает, что какой бы уровень знаний у тебя не был, если бы ты, если ты не нашёл контакта с преподавателем, то он найдёт способ тебе, в общем, испортить и оценку, и жизнь там, и так далее. Преподаватели, в основном, женщины, они это умеют делать хорошо. В общем, если человек всё это хорошо понимает и, грубо говоря, не возлагает такие ожидания, непропорционально высокие на школу, а знает изначально, что это, ну, такая вот одна из фишек, которые нужно на неё ставку сделать, небольшую, среднюю. А основные нужно делать ставки такие играющие на другие вещи, на более тонкие. Если человек всё это знает, как бы, то есть он умеет знать, как бы, это the game, значение именно в сфере образования, то, в общем, с этим можно жить. Ничего ты не поменяешь радикально, тем более ученик ничего не поменяет, да, если уж преподаватель не может ничего поменять. Но, как бы, зная и понимая вот эту среду, как бы, да, можно просто, ну, более эффективно, более грамотно себя в ней вести, не пытаться изменить то, чего не можешь изменить, да, а фокусироваться на том, что ты можешь изменить, вот. А то, что не можешь, ну, просто принимать как данность. Искать свои обходные манёвры, там, искать какие-то, ну, пути особенные к сложным преподавателям, там, к предметам, которые тебе не лежат, вот, ну, не твой предмет, но тебе нужно, чтобы он у тебя был. Ну, значит, нужно как-то найти, как договориться. Предлагать, там, ну, в общем, у каждого преподавателя своё, там, кому-то нужно просто польстить чуть-чуть, да, кому-то нужно, там, чтобы что-нибудь сделать вне класса, кому-то что-то ещё. И, в принципе, если вот этих, ну, опять же, ожиданий не возлагать, то можно жить. Скажем, она тебя не убьёт, как... Мама приёмная Бака Бреннамана сказала, да, вот, благословенные, гибкие, ибо их ничто не сломает. Вот, примерно. Ну, давайте надеяться, что вот то, что мы сегодня извлекли, надеясь, что это увидят и родители, и нынешние потенциальные, и ученики тоже, нынешние потенциальные. И им это чуть-чуть лучше поможет понимать эту систему, где они вот находятся, да, и что от неё можно и нужно ожидать, от чего ожидать не нужно. Вот, а совсем в завершении я для наших зрителей и слушателей напоминаю, что Наталья Андреева, собственно, была в том числе переводчиком и, самое главное, корректором, именно литературным корректором перевода к фильму «Красная таблетка», который мы в скором времени надеемся устроить всё-таки массовый публичный показ. Я думаю, будет очень правильно, если Наталья Андреева посетит это событие, пусть инкогнито, но контрамарка, так сказать, с меня. Я думаю, что стоит увидеть это, пусть с таким опозданием, но на реально большом экране, что конкретно лично ты поменяла, пусть в каком-то там небольшом, но в сообществе. Я приложу все усилия, чтобы быть на этом показе, пока больше, к сожалению, обещать не могу. Ну ладно. На этом спасибо всем, кто нам слушал, спасибо Наталье за информацию и надеюсь, что мы ещё выберем какую-нибудь интересную тему. Всегда пожалуйста, тем у меня достаточно. Ладно. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok